всем привет с вами с вами Валя, мы продолжим бесконечное лето мот под названием двое в лагере не считая совёнок. Так, мы это и закончили, перезарев я тоже сделал это видео, все-таки работают два видео, кажется, в ютюбе. Но мы начнём продолжение нашего путешествия. Мимо меня проходили пионеры. Должен ещё долго, так что надо подыскать себе на нете. Кто здесь может быть главным NPC, дающим задание? Валерий Медрак, конечно же. Думаю, сейчас она должна быть в своём домике. Надеюсь, что получится не так, как в тот раз. От площади я направился в домик вожатый. Дойти получилось достаточно быстро. Заходить не пришлось, мое цель сидел в шезлонке около домика и читал книжку. Почему-то я решил сам помочь с чем-либо. Ну, отступать уже некуда. Сима, а ты чё тут ходишь? Если нечего делать, мы сейчас это исправим. Неожиданно, однако. Ладно, давайте. Могу предложить тебе выбор из трёх занятий. Первое. Помочь Славе убраться на площади. Польга Дмитрия сделала небольшую паузу. Продолжайте, я в конце выберу. Второе. Прибраться в библиотеки. А почему же они не можете это сделать? У них другие дела. Ага, знаем мы эти дела. И третье. Помочь в уборке на спортплощадке. Или четвёртый вариант. Запереться в домике и не вылезать до прихода Влада. Хотя, телефон скорость сядет. Так что это отпадает. Я туда пойду. Ух ты, блядь. А куда мы идем? На площадь Славе, библиотека, оху... Я без понятия в библиотеке. На спортплощаде кажется, там Ульяна будет совесть... Нет, я люблю... Нет, Ульянка. Да, боже. Только у нас получается... Ну, Семена Рот, Лену надо сделать... Ну, может быть, Лена в библиотеке, так что идем в библиотеку. Там еще будет Лена. О, нифига. Ладно. Ладно, может, получится узнать что-нибудь о ней. Ууу, все нормально, Семена. Я тебе помогаю. На Рот, Лену, идем к тебе. А Вадо на Рот, Мику, все нормально. Вот показалась библиотека. Почему на моем пути никого не было? На площади буквально пять минут за было много народа. А теперь никого. Я дошел внутрь без стука, чтобы не разбудить Женю. Ну, как ни странно, ее там не было. И здесь тоже. Опасения отбросились, когда из полок показался хвостик фиолетового волоса. И кто это у нас прячется? Ответа не последовало. Не бойся, свои. Я помочь пришел. Да на такое поражение выходит, на такой спок. Пионерка вышла из своего импровизируемого убежища. С чем помощь надо? Протерить кни... Книги. Протерить книги, а то запылились все. Было понятно, что Лена пыталась придать более веселый тон голосу. Хорошо, тогда скажи, откуда начинать? Вот с этой полочки. Другую я сама протру. Ага. Угу. Мы убрались совсем довольно... Мы убрались совсем... Совсем довольно быстро. Каюсь, что делать это на отвали? Но, судя по всему, эти книги не брали очень давно. И вряд ли возьмут еще. Закончив мы вышли из библиотеки, и, чтобы как-то занять время, я начал разбор. Мне тут сказать, что сегодня танцы намечаются. Ты... Поешь? Как будто он... Да не это считается, как будто мы зальем ее на танцы. Лена покрылся ременцем. Да, а ты? Может быть. А что если... А если я пойду, я могу рассчитывать на медляк? Ой, что я делаю? Это правильно делал. Лена покраснела сильнее. Ты сейчас серьезно? Я все жду... Я все еще жду ответа. Я пропонял уголки губ. Наверное. Отлично. Буду ждать и надеяться. В этот момент прозвучал сигнал к обеду. Я думал, что нам по пути. Не так ли? Мне надо еще кое-куда зайти. Место занять? Нет, спасибо. Я иду как-нибудь. Хорошо. До встречи. До встречи. Так. А с Владом что у нас? Нас не покажут. Не перенесут еще. Ладно. На пути к СО я встретил Влада. О! А то что он не в медпункте. Решили, чтобы бессмысленно больше лежать. Все отпустили. Ну ладно. Идем. Ага. А точно, мы уже гитарь бы повидали. Я не забыл этот момент. Слово было несколько свободных мест, из которых я выбрал два наиболее подходящих. Первое, то самое, у окна здесь можно собраться с мыслями. Второе, в компании Алисы и Мику. Семен куда-то испарился. Ну и хрен с ним. Я, пожалуй, сяду. У нас так должны помочь с Мику, так что мы идем с Алисой и Мику. Всем привет и приятного аппетита. Спасибо. Приятно. Фу, блин. Ладно. Через некоторое время я, съев виду, решил поблатать с девушками. Какие у вас планы на вечер? Я собираюсь пойти и готовиться к концерту. Время не в обрез, а репетировать надо. Я очень не собираюсь идти на эту дискотеку. О! Вот. Так, иначе вы прав. Если мы играем за Влада, то Алиса и Мику за... А нет, я говорил, что Мику и Са. Блин, это опять... Все, нахуй, не буду думать. Спутать. Я, пожалуй, тоже порепетирую. Не против, если я присоединиюсь? Да иди же, вдвоем сильнее. Только без глупости там, малыш. Виола 2.0. К этому моменту Мику уже... А, в этот момент... Моменту, блин. О, ты говоришь, добавляем. К этому моменту... А, нет. Не, нормально. К этому моменту Мику уже доела и собралась выходить. Я посветал за ней. А ты, Семен, что теперь перекажешься делать? В поисках ответа на этот вопрос я вышел из столовой. А ты пришел сам по себе. Прогуляюсь по логею. Тем более, я не ездящий был. Первым делом я, естественно, вышел на площадь. Там, в память, легенды, висела карта. Ммм, очень странно. Я точно помню, что я здесь не был. Хотя, может, что-то повесил. Неважно. Куда теперь? Скорее всего, туда, где я не был. Отсюда другой вопрос. Где я не был. В голову пришла идея. В лесу? Да. Самое то, чтобы побыть наедине. Самое то, чтобы забудиться. Нормально. Неизвестно как, но я вышел на тропинку. Подолк ветер. Он словно подталкивал меня куда-то. Открылся вид на небольшую поляну. Идеально. Посижу здесь пару часиков. Я сел, облокотившись на дерево и закрыл глаза. Из-за этого состояния мне вывело что-то, пролетившее прямо перед ухом. Я открыл глаза и, осмотрев примерное место падения, увидел камень. Небольшой, конечно, но если бы попал, было бы не очень приятно. Ну и зачем ты бросаешься? Сладывал я в пустоту. Ответа не последовало. Чего и стоило ожидать. Я опять закрыл глаза. Но этот раз лег на спину. Пролетел еще один камень, задевшую ногу. Я вздохнул и перенос на живот. Броски прекратились. И я отрубился. А кто нам бросал вообще? Вец. А Муха тоже вертолет. Но без коробки передач. Что? А по стене ползет пельмей. И все коленки в огурцах. В принципе, текст намного лучше того, что сочиняют сейчас наши соочинники. Он деревянный, как кирпич. Он волосатый, как трамвай. Почему я мотаю голову под это? Это песня про любовь. И ты ее не забывай. Не понял. Что это сейчас было? Я открыл глаза, увидел под собой траву. Где я? А, блин, точно. Первый нож на спину я заметил, что уже заметно потемнело. Че, я же все просплю. Бегом. Я встал и пошел на площадь. Сон на сцене на удивление быстро прошло. Судя по всему, спал я недолго. На площади уже собрался весь лагерь. Деревья были украшены гирляндами, придаваясь ему еще более теплой атмосферами. Играла музыка, слушать которую, думаю, было бы приятным каждому. Пионеры пока только собирались и не особо понимали, что от них надо и с чего можно было сделать вывод, что все только начинается. Пока все приходили в себя, я искал в толпе Влада. На площади его не оказалось. Предпочел этому что-то другое. Ну и ладно, хоть смущать не будет. Пока пионеры начинают двигаться, я сидел, слушал музыку. И вот из уст Ольга Дмитриевна прозвучало. А теперь медленный танец. Что? Уже? Сыграла новая мелодия. Я встал и начал искать глядом Лену. Найдя ее, я подошел и спросил. Можно ли пригласить вас на танец? Я пытался говорить как можно свободнее, но учитывая стеснительность, это прозвучало так, будто я был под ад. Кстати, это бы не помешало. Только где здесь можно найти алкоголь? В крайнем случае есть медицинский спирт. На лице Лены появился румянец. Опять? Да, конечно. Тогда приступим. Левой рукой я взял ее в руку, а правой положил ей на спину. Мы начали медно кружиться вокруг своей оси. В это время что-то загорелось в моей груди. За очень долгий период я встал по настоящей счастью. Хотелось растянуть это мгновение, полностью осладиться всеми его красками. В Лене, видимо, тоже зажиглись эти чувства. Я чувствую это. Музыка закончилась. Все пары разошлись. Музыка закончилась всего лишь за одну минуту. Капец. Спасибо. Вот это я только улыбнулась. Тебе тоже спасибо. До встречи. Ты уже уходишь? Да, устала за день. Может, проводить тебя? Идите хочешь? Мы с Леной подшли к ее домику. Быть может, я снял ее маску. Очень хотелось бы в это уверить. Так, идем, смотрим от отца Влад. Ну-ка. Ну-ка. О, ну что там с кубе делаю? Ну ладно. Знаешь, я тут подумал. Попытка привлечь внимания Нику, казалось успешный. Ты бы согласился с танцевой со мной? Вот прямой линейный зашкалил эту воду вообще в конкретном степени просто. Вот Семен как-то сделал так. Начал поговорю с Леной, потом и предложил ей. А, он такой прямой линейный, да, хоп и сказал, все. Блядь, психо, успехо. Блядь, ну конечно, психо, он ведь видел. Ладно. Ну, я-то это ни с кем не танцевал. В этом мы с тобой похожи, так что не бойся. Следующую фразу я сказал шепотом. Тем более, танцевать не умею. А не рано ли полностью раскрываться? По мне, самое то. Ну, как знаешь. Ну так что? Ну, давай попробуем. Для начала нам нужна музыка. У меня на выбор есть тренировки. Выбирай. Нико притянул мне три кассеты с надписями. Можно сначала прослушать? Конечно. То есть, ну, и вот такие beautiful, что ли. Ооо. А, мы же, а, мы тут прослушивать будем. В принципе, неплохо. Мне тоже нравится. Ладно, я смотрю. Сойдет. Ага. Так, и это что? Я бы мог под этот... Я бы мог под этот это танцевать, но это будет сложно. Ага. Мелодия не подходит под медленный танец. Так. Выбрать мелодию. Так. Ну что ж, под это так под это. Мику включил музыку, я аккуратно положил руку на ее талию, и мы начали движение. Я... 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 Разбираюсь в том музыке. Старательно пытаясь не отдавать Мику... Не... Старательно пытаясь не отдавить Мику ноги, я наслаждался моментом. Из-за этой темноты я не видел ее лица. Но, думаю, в этот момент она была счастлива. К тому же, такая темнота добавляла атмосферу романтики. Знаешь, до этого момента я ни с кем не танцевал. И я не знал, что это приносит такое удовольствие. До того, как ты обратил на меня внимание, все считали меня бездумно... Боже мой, опять сейчас заиканил. За мной. До того, как ты... Все. До того, как ты обратил на меня внимание, все считали меня бездумно дурочкой. Не обращай на меня внимание. А сейчас... Я сейчас заходил бы от того, что ты обратил его на меня. Не понимаю. Почему ты тебя игнорил? По-моему, с тобой достаточно приятно общаться. Правда? Конечно же. Была бы моя воля, я бы целые дни сидел бы здесь и слушал, как ты играешь. Еще время минуты мы танцевали. А, еще примерно минуту мы танцевали. После чего музыка закончилась. Посмотрев окно и увидев ровно счетом ничего, я решил, что пора собираться. Я думаю, нам пора по домам. Если ты не против, я прожду тебя тут дома. Конечно, пошли. Фу, слава богу. Так, все, мы это сделали. Семен. Семен, счастлив. Вас счастлив. Мена с Мику тоже. И... Все, шикардос. Я лежал на кровати, покрутившись в мысли. Из этого состояния меня вывел Влад, который после возвращения упал на кровать. Спокойный. А ты-то не был, судя по всему, он лучше уснул. Ну ладно, не буду мешать ему. Как он так быстро уснул? Сон не шел. Пролежав примерно полчаса, я встал с кровати и вышел из домика. Присед на ступеньке, я начал глубоко дышать. Воздух бухт чистый, так что дышалось приятно. И все же, как мы сюда попали? Да, возможно, это шанс измениться. Но зачем? Меня вполне устраивает мое времяпровождение. Правда, иногда было одиноко. Я даже зрился на себя за то, кем я стал. Да, надо воспользоваться этой возможностью, пока не стало поздно. Так, просто принес участь? Похоже, это происходит из-за безысходности. Кстати, а почему я не решила, что это шанс что-то изменить? Вполне возможно, что это наказание за неправильную жизнь. В этом случае было бы правдоподобнее, если попал бы в средневековый город, где меня бы сразу сожгли. Это можно считать лучше хотя бы из-за того, что это мне известно. А здесь я даже понятия не имею, что мне делать. Как мне быть и что будет в итоге. Ясно-кодно, надолго я здесь оставаться не хочу. Ладно, со мной более-менее разобрались. А что с Владом? Почему он попался-то? Возможно, на это есть свои причины. Он когда-то рассказывал про то, кем он был до нашего знакомства. Тем, кем сейчас являюсь я. Замкнутым социопатом. Отличие только в том, что у него вообще не было друзей. Значит, мы оказались в одной камере и по одной статье. Какая-нибудь статья И. Н. Котекса жизни. Гластвующая. Ведение образа жизни, Бетарда или социопата карается решением свободы на неопределенный срок. Тим, воин ворвался смешок. Кто знает, так ли это. От мысли начало клонить сон. Ну, наконец-то. Я зашел обратно в домик и лег в кровать. Твоя в лагере. День четвертый. Или какой-нибудь где-то главы просто. Ну, тут вот как он сделал, там как раз подходит под названием главы еще. Вот чисто. Во, двое в лагере, день какой-то и название этого дня. Просто вот, все. Я не запроснулся от чего-то. Сначала даже не понял, где я нахожусь. Похоже, кошмар приснился. Хорошо, что я его уже забыл. А это Влад? Судя по всему, Семен куда вышел. Я посмотрел на время на телефоне. Я уже конкретно опаздываю на линейку. Я начал деваться для похода в Муваннику. Может, ну и его? Пожалуйста, соглашусь. А, блин. Капец, ты смотрели, вот он, бля. На площади не было только двух человек. Ими являлись Влад и Шурик. Вожата решила не ждать их и сказала. Отряд построится. Ладно, перескажу Владу главное. После своей речи Ольга спросила. Ребята, никто случайно не знает, где Шурик? То есть, на Владу ей параллельно. Действительно, что с ним может случиться? Да, многое. Не знаю, с утра его не видел. Влад скоро подошел. Вернее, подбежал на площадь и стал рядом со мной. Почему опаздываем? Интересно, если бы он вообще не пришел, какая была бы реакция в Лабириде? Она явно не была бы рада. Извините, я весь вечер репетировал, поэтому не услышал будильник. Врет он все. Нет у нас будильника. Это правда. Хорошо, Мико, поверьте на слово. Ну ладно, вставай в строй. Спасибо, Мико, ты спасала нас. Аккуратно в этот момент из матюканика прозвучал сигнал на завтра. Отлично, линейка наконец-то закончилась. Что же, придется окончить линейку раньше. Идите на завтрак. Неплохая идея. Но делать это я, конечно же, не буду. Когда вы битмитра вышла, Влад решил начать очередной диалог. Я не прочь поесть сейчас. Я не голодный. То есть ты не пойдешь? Да, если что, я буду в домике. Интересно, купится ли вы? Ладно, я пойду. Иди. Не знаю как, но я запомню эту фразу и произнес ее с той же интонацией. Даже с той же улыбкой. Через пару минут я остался совсем один. И что же делать? Очень быстро в голову прилетела мысль. А скажу-ка на спортплощадку. Что-то тянуло меня туда, а удержаться было труднее, но только из-за отсутствия какого-либо доска. На почте не было ни души. Это означало только то, что завтрак еще не окончен. Я все натрол и погрузился в мысли. Ни одна, даже самая маленькая, больше не приходили. Поэтому эта затея скоро отменилась. И я просто сидел, направив взгляд в одну точку. Ничего не приходит. Думаю, если не получится работать умственно, попробую физически. Я стал подошел к турника. Конечно, не чтобы подтягиваться. Просто благей. Попробуем вот это. Я мягко проложу ногу к металлической опоре. А теперь я обрушил шкву ударов по опоре. Конечно, он был не сильным, ведь не очень захотелось отбить ноги. Чего только не перетерпел стоп. Удар остановил в бок, с другого, прям в вертушке. Думаю, если бы он был живой, я бы здорово охватил. Вроде размялись. Теперь попробуем пару ударов в полную силу. Я встал стойку и провел удар. Так я знал, что не стоит это делать. По ноге прошелся неприятный бой. Но все равно было приятно от того, что я впустил пар и больше не был способен делать что-либо в течение некоторого времени. По этой причине я сел, прислонившись спиной к этому же шкву. Да кто там, блин? Глаза... Глаза сами собой закрылись. Меня избивают. Бьют по желтой голове, закрытой руками. Кто-то заступает за меня. Не трогайте его! Некто. Не трогайте его. Она с тобой? Я пытаюсь что-то ответить, но не могу. Только раз шевелится, пускай особо шипение. Нет, только не ее. Пожалуйста. Я не жевелиться. Не хочу защитить... Ну, хочу защитить ее. Я чувствую, что она не причинит мне зла. Не трогайте ее. Но меня никто не услышит. Нет, как глаза и сурочи начали хватать воздухом в том... Успокойся. Это всего лишь сон. Я сижу, прислонившись в столбу. Вокруг у меня спортивная площадка. На ней играет пионера. Сколько я тут проспал. Я стал наблюдать за игрой в футбол. Из всех игравших сильнее всех выделялась Угьяна. Сзади от меня доносились какие-то звуки. Помимо того, я заметил силуэт. По его движению можно было понять, что он играет во что-то наподобие бадминтона. Неужели это реально? Да, скорее всего. Тут же появилась мысль. А что, если присоединиться к кому-нибудь из них? Так вот, кому? А что играть? В бадминтон, блин. Я подошел к корту. Мои догадки оправдались. Похоже, ей нравится этот вид спорта. Хоть и получается не особо хорошо. Привет, Лен. Немного замерзшись, Лену все же сказал. Привет. Могу ли я присоединиться? Ее лицо покрылось умеяться. Уже который раз? Конечно. Она протянула мне ракетку. Мы стали на поле друг против друга. Лена подойдет. Воланчик летит прямо на меня. Я отбиваю его. Он летит вверх и начинает падать на ее сторону. Хоть это и было трудно, но Лена отбила его. А вот с передачи нужно потренироваться. Воланчик снова летел на меня. Я отправил его на другую сторону. И Лене опять пришлось торопиться, чтобы отбить. Тем не менее, она сделала это. Опять, прямо ко мне. Это продолжалось достаточно долго. Лена, тяжело дыша, продолжила сделать первый рюк. На что я, собственно, согласился. Ты неплохо держалась. Извини, что загонял. Да ничего. Я в следующий раз тоже так попробую. Только нужно учиться диктовать сопернику его движение. Чтобы он отбивал так, как тебе нужно. А это как? Например, если ты посылаешь Воланчик близко к центру, но далеко от соперника, чтобы он только успел высунуть ракетку и направить Воланчик прямо к тебе. Было видно, что Лена принимает это всерьез. И как-то непоятно было. Прозвучен, конечно. Как же хорошо иметь высокие показатели харизмы и красноречия. После небольшого отдыха мы продолжили игру. На этот раз на счет. Первая подача моя. Воланчик летит на Лену. Пожалуй, если я буду гонять ее, игра закончена раньше времени. Так что откажемся от этой затеи. Лена, похоже, думала иначе. Воланчик полетел за меня. 1-0. Подача Лены. Она опять запускает Воланчик в дальний конец поля. Я на одни и те же игра не наступаю. Отбью. Счет 10-10. Последняя подача. Воланчик приземляется справа от меня. Я могу достать его. Но могу ее не доставать. Что же делать? Отбить. Не отбивать. А бить. Не отбивать. Как мы истинные джерекомены. Не отбивать. Я специально не сделал выпад. Вместо этого просто вытянул руку. Тем самым, дав Воланчику упасть. 9-11. Партия? Было неплохо. Спасибо за игру. Лена была рада победе. Не зря я поддался. Думаю, она заслужила компания. Ты очень неплохо играешь. Правда? Я утвердительно в кино. Чувствую, что долго играли мы. И почему располагаю как мастер Йода слово я? Ладно, если ты не против, я прогуляюсь. Хорошо, можешь идти. Я подошел к площади. Думаю, не стоит объяснять, по какой причине. Да ну, а нужно объяснить. Куда теперь? Понятное дело, что туда, где никого нет. А где никого нет, надо подумать. Точно не спортплощадка, потому что я только что оттуда. И там полно народа. В здании сидеть тоже не хочется. В лесу я уже был. На пляже тоже. Может на пристань? Да, посидеть в воде раздумья. Сейчас мне хочется этого больше всего. Да и после досок не придется вытряхивать песок из себя. Я отправился на лодочную станцию. Что-то мы его за ладом вообще не смотрим. Как-то вообще не показывают его. Что-то больше всего Семену. Здесь никого не было. Я сел с самого края и свесил ноги вниз, перед этим сняв обувь, чтобы предотвратить ее намокание. А сразу только смотреть вдаль и напредясь за движением волн. Вот так я и сидел. Мы с ней приходили, да и не нужно было. Я почувствовал свободу. Со мной кто-то снял кандалы. И наконец получилось сделать уверенный шаг во всю длину. Еще один. Еще. Нет, тебе еще рано. Почему? Я опять не могу сказать ни слова, но меня это не беспокоит. Я иду вперед, но не могу приблизиться. Уходи. Я бегу на следующий света и... Прозвучал сигнал на обед. Я вздрогнул. Чуть не уснул. Надев обувь, я пошел в столовой. Маршрут проходил через площадь, на которой я встретил Влада. Ты где был? Не сделал их муку. Не похоже на тебя. Думаю, ты бы понял, что я не буду сидеть дома, да после того, как скажу тебе. Надеюсь, ты проголодался. На этот раз, да. Идем. Мы молча нашли за столовой. Там был один свободный столик. Странно, обычно здесь битком. Мы взяли иду и присели на стулья. Все. Че? Я тут по лагерю походил. Не видел ли ты где-нибудь Шурика? Нет. А что? И зачем ты ходил по лагерю? Можно же это правило его искать. Может, запутал где-нибудь? Он вернется. Думаю, что будет полезно поискать его в окрестностю лесу. Думаешь? Ну, это же отличный сплав откосить от работы. Сказал Влад Заговорщицкий, бля. Ё-моё. Сказал Влад Заговорщицкий. Я, немного подумав, сказал. Да, отличная идея. Да и мы вышли из столовой в направлении к площади. А-а-а. Ах, учительницы этого все равно вы подлога надете. Придет туда, к нам, откуда бы подошла Диова. Семен, не мог бы ты посидеть за меня в медпункте? Мне надо отойти ненадолго. А почему именно я? Почему будет не позвать В? Я вернулся. Затем, расставив руки в боки, произнес в своей голове. Так, блин, где он? Ладно. А сколько ты заменил времени? Примерно до ужина. Хорошо. И его протянул мне ключи. А что делать, если придут? Откажи первую помощь. На этом мы разошлись. А как я это сделал, я, блин, мысленно? Я пришел в медпункт и все за стол. Просидев так с минутой, я начал сказать, чем мне заняться. Подруга попался в журнал «Советская модница». Ладно, давайте почитаем. Эта затея не увенчалась успехом, и я решил послушать музыку. Благо, плеер со вчерашним я не вытащил. Потоп в него наушники, я сделал максимальную громкость и положил на стол, чтобы услышать его можно было или с очень чутким слухом, или подойти оплотную. Пуя, музыка. Редко я слышал, зарел ее. Но переключить сейчас будет и скоро. Ибо пациенты могут прийти в любой момент. Ебать. Продолжение следует. Пуя, музыка. Пуя, музыка. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАЦИЯ АНЕСТРАЦИЯ ПОЕКСА ПЕЧА ПОЕКСА ПОЕКСА Продолжение следует... 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 В Бетбукте лежало яблоко. Откуда он могло появиться? Фред, представь, собралось кормить меня. Может съесть его? Или оставить на потом? Че-то я чувствую нет. Здесь с собой. Нет, сейчас не особо хочу есть. А вот Влада не помешал бы подкрепиться. А если он действительно пошел искать Шулика? Возьму его с собой. Прозлачал сигнал на лужу. Думаю, задерживаться тут уже не имеет смысла. Потому что в любом случае все пойдут есть. Минута пошла вилова. Вы закончили? Да. Спасибо, пионер. Я пойду. До встречи. Не дожидаясь ответа, я вышел. Салон на удивление была занята не полностью. И было несколько свободных столиков. Я брал то, что у окна взял еду и сел. Я не спеша начал есть свою порцию. Во время этого действия ко мне подселывало два человека. Подняв голову, я опознал в них Лену и Мику. Приятного аппетита! Обе поблагодарили меня и тоже приступили к еде. Мику, доев первое, спросил меня. Семена, а ты случайно не знаешь, где Влад? И что ей ответить? Сказать напрямую, что ушел искать Шулика и тоже пропал? Или соврать? Я бы попросил не вред. Он сказал, что он не хочет есть. И посидел в домике. Правда, получалось так себе. Правда? А то он говорил, что зайдет сегодня полепетировать после ужина. А если ему плохо, то все может отсорваться. Начался и привычный треремнику. Не думал, что ему плохо. Может, он просто не голодный. До сих пор удивляюсь, как у меня получается врать практически полностью без эмоций. Доев, я отнес посуду и вышел из столовой. Еще бы чуть-чуть и... Хотя, чтобы это было... И хорошо, что меня не начали пытать. Куда же я пойду? Конечно же, на площадь. Думаю, Влад придет туда, чтобы доложить о результатах поисков. На площади собрался весь отряд. Все, кроме Алисы. По понятным причинам. Как прошли поиски Шулика? И я так и не понял, к кому обращалась вожата. К отряду или ко мне в частности. Лаги его точно нет. Иначе Влад не пошел бы в лес. Надо уменьшить вызывать. Впервые я увидел Ольга Двинт такой перепуганной. Прошу сказать, что-то по типу... Ничего найдется он. Еще светло. Ааа... Куда? Влад хотел сказать еще что-то по этому поводу. Ну, из ниоткуда. Вы из Влад размахиваете чем-то руки. Что такое? И Влад так и говорит... А я пойду только шел. Отдышавшим, что я сказал. Когда я склал Шулика, я наткнулся на какое-то старое здание. Будет заклад он там. Почему ты думаешь, что он может быть в здании старого лагеря? Электроник вступил в разговор. Он говорил, что собираюсь пойти туда, чтобы собрать детали. Но я не думал, что это займет так много времени. Я пойду пойти туда и расыскать его до темноты. Тебе смотрят сабата. Кто может пойти со мной? А в чем мы... А почему мы не пойти с Семеном? А вы видите его? Божата облинулась. Ненадяева, она сказала. И с кем тебе идти? Да тут уже понятно, блин, с кем мы пойдем. А в Семен-то где он? Че, свалил нахрен? Вдруг еще называется, блин. Мику здесь нет. Наверное, она у себя. Ладно, тогда я пойду одею. Ты уверенешь, что не потеряешься? Конечно. Если Мику сидит в Москву, стоит ее навестить. Или мне все же стоит взять Мику с собой? Я бы слух сказал. Как хочешь. Более безответственность поступка я не видел. Ну ладно, идти под... Идти... Ну ладно, один потерялся. Так и остальные хочешь избавиться. Я подсорчал, приоткрыл дверь. Внутри, естественно, сидел Мику. Она не видела меня, так как увлеклась играть на детали. А музыка нет. Привет. Я отвлек музыкант... Я отвлек музыкантку от ее занятия. И мы от ее занятия начнем путешествовать в Митаж. Наш в числе старый лагерь. На этом мы остановимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами с вами я Варин. И это бесконечное лето. Мог под названием. Двое в лагерь не считается ее. День 4. Поиск шурика. Начало.